В данном видео есть спойлеры ко всей Атаке Титанов, а именно к финалу всего аниме. Да, с самого начала я буду говорить сразу о концовке Атаки Титанов. Если вы ещё не смотрели аниме, то выключайте это видео прямо сейчас, я вас предупредил. Все плюсы Атаки Титанов. Часть первая. Самые первые кадры Атаки Титанов. И это не Колоссал, не Стены, не даже сам Эрон, а Птицы. Вторые кадры. В глазах Эррона отражаются именно Птицы, а не Колоссал, на которого, по идее, Эрон должен смотреть. Это намёк на видение от силы прародителя. В тот день все люди вспомнили, с каким ужасом они жили в чужой тени. И до чего унизительно прятаться от неё в клетке. Первая минута аниме о нас уже шокирует. Пока мы остаёмся в неведении, что же сейчас произойдёт. И этот экшен резко сменяет на рассказ Лора. Затем снова экшен. Я позже объясню, как это работает. А пока посчитаем количество признамений и разных заготовленных деталей. Стены. В них заготовлено 13 важнейших событий. Да, я пересмотрел всю Атаку Титанов и записал каждое признамение, что было заготовлено именно в стенах. То есть, как именно это работает? Пока мы вообще не представляем, что эти стены означают и какие тайны они хранят. Но мы уже увидели стены. Мы уже видим, что они в разы выше, чем могут люди построить. Мы уже видим структуру стен. И каждый раз, когда деталь будет раскрываться, мы будем хвататься за голову с вот таким лицом и вспоминать. Это же было показано ещё в первой серии, а я и не подозревал. То есть, я сейчас ставлю плюс за каждую заготовку и буду ставить каждый раз, когда каждая из деталей раскроется. Именно так работает принцип драматургии, который хорошо описал Антон Чехов. Чеховское ружьё. Это принцип драматургии, согласно которому каждый элемент повествования должен быть необходим, а несущественные элементы должны быть удалены. Этот принцип Антон Чехов часто повторял, начиная с 1889 года. В этом же году он упомянул в письме Александру Лазареву следующие слова. Нельзя ставить на сцене заряженное ружьё, если никто не имеет в виду выстрелить из него. Хулиганы не боялись Эрона, но сразу убежали, увидев Яшму, так как это настоящая роковая женщина. Она как раз появится в Хункаиста Рейл в обновлении 2.3, и вы сможете за неё поиграть. Яшма ставит свои интересы выше вас и всего, что вам дорого. Она заманивает клиентов в невыгодные для них сделки, лишь для процветания КММ. Трость Яшми превращается в фыст. Она ведёт бои элегантно и утончённо, топча своих врагов каблуками. Что мне нравится в Хункаиста Рейл, так это абсолютная свобода в кроссплатформенности. Свобода! Можете играть с ПК, мобильных устройств и даже PlayStation 5. В обновлении 2.3 появятся новые события, обновление виртуальной вселенной и игровой автомат. На нём игроки возьмут на себя роль птиц Оригами и сразятся с противниками в игре 3 в ряд. Это также первое событие с ПВП, где игроки смогут сразиться со своими друзьями. Новые пещерные реликвии и планарные украшения. Вернутся Жуань Мэй и Аргенти. Залетайте в Хункаиста Рейл и получите 10 прыжков в подарок. Заходите в игру в течение 7 дней, чтобы получить 10 особых звёздных пропусков. Они нужны для получения яшмы. Загружайте обновление по ссылке в описании. Для вас особый промокод на 50 звёздных нефритов. А мы продолжим. Далее. Колоссальный. В нём тоже много приготовленных деталей. 7 из риботочным. Я поставлю за каждый плюс, но должен уточнить. Некоторые из деталей сейчас не были показаны. Например, похудение при испускании пара. Это будет показано в 32 серии и тогда же намекнёт на победу Армина в 54. Он похудел. Колоссальный титан. Немного исхудал. То есть сейчас про похудение инфы нет. Но плюс всё равно нужно поставить, так как пар показан. Да и сам дизайн Колосса уже намекал на таковую природу Титана. И как раз о дизайне Колоссального. Этот образ стал эталонным, узнаваемым и вообще лицом всей атаки Титанов. Неровные пропорции тела, огромное количество зуб, странные сухожилия и отсутствие кожи. Это всё вы знаете, не будем тратить время. Осталось отметить музыку, но о ней я расскажу чуть позже. На атакующей группе перейти на УПМ. Знаете как создать уникальность? Совместить уже существующие вещи так, чтобы все посчитали это чем-то особенным. УПМ тоже визитная карточка атаки. Уникальнейший дизайн, узнаваемый образ. По своей природе, ну в целом, это по идее всем известные полёты на паутине Человека-паука. Однако, совместив это с технологиями и мечами, УПМ стал уникальным. Дизайн, продуманность технологии и конечно же 10 заготовок, что раскроется в будущем. Опенинг мы будем разбирать отдельным блоком. Он начинается со взрыва. Визуально, аудиально, эмоционально. Это шок, люди в ахере. Что, что за аниме? Откуда оно взялось? В самом названии Шингёкино Кёджин уже есть важная посхалка. Раскроется в третьем сезоне. В этих кадрах нам показали, кто переживёт действия первого сезона. Саша, Армин, Кони, Жан, Эррин и Микаса, а Райнер, Бертольд и Энни, конечно же, стоят вместе. В тексте песни упоминаются птицы, что взмыли в небо. В общем и целом, текст просто описывает стремление Эррона в первом сезоне, желание выйти из загона и пробиться во внешний мир. Показан богомол, поедающий мотылька. Это важное сравнение Микасы с этим насекомым, ведь самки богомолов обезглавливают своего самца. В остальном, опенинг анимирован на бешеном уровне. В студиях японцы отдельным составом рисуют именно опенинг. Композиция была написана специально для аниме группой Sound Horizon, но когда они делают песни для других проектов, то прописывается как Linked Horizon. И знаете, я не смогу нормально объяснить и разобрать эту песню, так как я не музыкант. Терминов и приемов я не знаю. И именно поэтому... Я решил обратиться к настоящим профессиональным музыкантам, и не або-кабы, а людям, которые сами самостоятельно исполняли музыку Атаки Титанов. Не просто оркестра. Не просто оркестра, это независимый оркестр, вот уже 6 лет радующий людей исполнением популярной музыки. Они отречились тем, что играют музыку из аниме, фильмов и игр. Это просто люди нашего поколения, что решили исполнять ту музыку, которая им самим нравится. Всем добрый день, дорогие друзья. Спасибо большое, это Лер, за приглашение. Я надеюсь, мы оправдаем ваши надежды. Linked Horizon. Багровый лук и стрелы. Первый опенинг Атаки Титанов. Почему он так разносит? Разносит. Интересное выражение. Я думаю, он хорош, он крут. В жанре рок-поп. И я думаю, в этом сетле именно, исходя из того, что несет Атака Титанов, то, что это не маленький, не детское аниме, и с тем содержанием, которое оно несет, вполне очень сильно сносится с силой этой музыки. И ее такой агрессивный драйв с запалом, с амбициями на масштабность. Ощущения от опенинга, они такие прям взрывные. Если у других они либо позитивные, либо грустные, либо такие вдохновляющие. Первый опенинг, он прям... Это буквально олицетворение того, знаете, внутренний животный страх и гнев, когда на тебя нападает дикий зверь. То есть это просто твой адреналин. На человечество напал враг и истребить. Все. И человечество такие, они вот чувствуют этот напал, что им остается только сражаться. Что вот еще у меня интересно, вот как с точки зрения построения музыки, может какие-то приемы интересные были? Группа хорошо использует здесь секвенции. Вот идет тема И они все время вот так нагнетают с увеличением тона все выше и выше и выше и подводят к самой кульминации. Вот такой прием здесь использован. А, это похоже, знаете, на растающий звук? Что-то типа такое? Это как бы повышение градусов, как в покере повышают ставки, наверное. Вот что-то типа такого. Ставлю душу своей матери. Спасибо, Мадьяр. Таких ставок будет дальше очень много. Мы будем разбирать, наверное, чуть ли не каждый саундтрек. Так что, ждите профессиональных комментариев о каждом саундтреке дальше, а мы продолжим. Под конец я бы хотел как-нибудь передать ощущение опенинга через монтаж. Добавить что-то в ставки или эффекты. Но тут просто нечего добавлять. Опенинг сам по себе визуально передает все необходимые ощущения. Вот эти вот эмоции, которые мы ощущаем внутри при просмотре вот эти вот где-то в груди. Я ощущаю это, знаете, как... Как танец. И снова я о них говорю, да? Танцы — это неотъемлемая часть любой из культур. Так же, как и кухня, традиции, язык и так далее. Все народы имеют свой танец. Это часть нас, мы никуда от этого не денемся. Когда люди чувствуют эмоции, они хотят двигаться, плакать, смеяться, кричать. Я чувствую этот опенинг. Я бы очень хотел, чтобы было видео, где танцоры поставили танец под Гурин на Юмия. Это популярная тема. Студии танцев снимают синхронки под известные треки. Например. Я пытался, я искал такие танцы под музыковод, но они либо сняты не очень, либо еще что. Так что не получится нормально передать ощущение от опенинга через танец. И именно поэтому мы сделали его сами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Духи с тобою связаться контем... Опенинг и эндинг. Песни в начальной и конечной заставке поют либо специально приглашенные музыканты, либо сами Сэю. Вступления стали традицией в аниме. Они демонстрируют контекст и настроение телешоу. Тяжело найти тайтлы без собственного опенинга или эндинга. Падение Сигансины, часть первая. К тебе спустя две тысячи лет. Во всех карточках с номерами эпизодов на фоне уже рассказана предыстория. Сырява материк и государство Морли, справа парадист со стенами, а между ними океан. А название первой серии намекает на прародительницу Эмир и ее ожидания Эрона. Или все же Микасы. Синие колокольчики. Сразу скажу, что они имеют очень много значений. От символа вечной любви и преданности до стремления к непостижимому. Тут думаю уже кому как. Кто хочет найти что-то конкретное, найдет то, что ему самому по душе. Однако в рамках Атаки Титанов, синие цветы служат признаком путей. Это весомая догадка, в будущем о ней поговорим. В этих же кадрах разбрызганная кровь предвещает смерть Ханнаса во втором сезоне. Там показали те же цветы в крови Ханнаса. Флэшбэки с появлением Титанов на территории стен. Игрушки и дом Вилли Тайбера, то есть Эрен видит воспоминания Лары Тайбер, так как в будущем получит ее память. Убитые разведчики, скорее всего после битвы с женской особью. Дина и смерть мамы Эрена. Понимаете, что все это было показано заранее. События с первой серии и вплоть до четвертого сезона. Черные птицы в Атаке Титанов всегда предвещают беду и смерть. Ну и конечно же птицы на том самом дереве. Кто понял, тот поймет. Мне кажется, эти кадры с травой могут намекать на силу прародителя, где та тварь с щупальцами цеплялась позади Эмир. Но тут я сомневаюсь, честно звучит как бред. Культовое пробуждение Эрена. В эти мгновения была рассказана почти вся Атака Титанов, все основные события. А мы вообще не подозревали, мы даже подумать не могли, сколько деталей кроется в этом пробуждении. Я хочу добавить пару моментов из манги, что не попали в аниме. Микаса сказала свои прощальные слова, которые посвятит Эрену в самом конце. Но мало этого, сама фраза «Иттеращай, Эрен» правильно переводится как «До скорых встреч, Эрен». «Иттеращай» на японском говорят, когда прощается, но в будущем скоро увидится. То есть буквально «До скорых встреч». Это ультра, ультра, мега тонкий, гипермногослойный и переворачивающий намек на то, что Эрен и Микаса таки получат свой счастливый конец в загробном мире. Но об этом поговорим, когда дойдем до финала. Также в манге есть важная деталь, что единственная пронумерованная страница во всех книжках – это тринадцатая страница. Где все это и было показано. Тринадцать лет проклятия и мир. И последнее. У этого дерева показано девять ветвей. Девять титанов-основателей. Шиганшина, или Сигансина, дай бог здоровья японскому языку, родной город Эрена. Есть две догадки, что означает это название. Либо оно происходит от старого немецкого «Сиган», что переводится как «падение». Либо это перестановка японских символов, где получается фраза «нет времени». Я не полиглот, не историк. Сразу скажу, что всю атаку титанов я не осилю. Можете смело писать в комменты свои догадки. Видео на ютубе неполноценно без комментариев к нему. Стены нам возвели мудрые боги. Что они, как нетворение небес? Священника Ника уже показали, он важен для сюжета. Интересно, что он тоже жил в Сигансине, выжил и потом явно верил, что бог сохранил ему жизнь. Сам вайп Шиганшины сопровождается религиозными высказываниями. Это задает особый тон. Мы уже чувствуем, чем живут здешние люди, что сама вера твердит «Не трогать стены и не выходить за ее пределы. Это нас бережет бог». Это прямой намек на веру в то, что король и прародитель для культистов является богом. То есть нам тут намекают на силу прародителя. А также все убеждение народа идет наперекор целям Эрена и разведкорпуса в целом. Ведь они все, наоборот, хотят выйти за стены. Вы воевать-то сможете, если вдруг что? А с кем нам воевать? А вдруг эти твари сломают стену и зайдут в город? Эрен предсказывает будущее. Беда еще страшнее, когда ее не ждешь. Так папа говорит. Доктор Йегер? Он ведь однажды спас весь наш город от эпидемии. Важное упоминание прошлых событий. Эпидемия так-то уже намекает на то, что Гриша пришел снаружи стен. Но об этом потом. Так вы и не собираетесь с ними воевать? Ну и звали бы себя не солдатами гарнизона, а стеностроителями! Можно всю жизнь тут просидеть, есть, спать и не вылезать за стены. Но тогда получается, что мы живем тут как скот. С самого начала мы уже поняли позицию, взгляды и цели главного героя. Они же приумножатся во второй серии. Цель до безумия проста, но абсолютно неисполнима. Это делает сюжет интересным. Не нужно персонажам давать какую-то завуалированную цель, типа создать устройство, чтобы выключить все датчики врагов, чтобы освободить близкого человека, который был в прошлом важен для моего соседа. Всякая такая фигня не нужна. Как меня учили на курсах дизайна, усложнять легко, упрощать очень сложно. А вот и разведчики вернулись! Простите, я что-то нигде не вижу Мозеса! Отдавай. Сцена с рукой Мозеса шокировала всех при первом просмотре. И нет, нету здесь Эрона из будущего, это утка от фанатов. Солова матери окончательно убили мораль Кита Садиса. Он, кстати, показан для раскрытия в будущем. Отчего отдаст пост главнокомандующего Эрвину. А также эти слова важны для формирования взглядов Эрона. Он уже сегодня повторит, что нужно вложить смысл в жизни павших. Эта идея будет важна для всего пути Леви и в битве со звероподобным. В каждой серии Титаки Атанов будут инструкции посреди серии. Лор вселенной настолько широк и продуман, что информацию приходится рассказывать через такие вставки. Это отличный метод делать рекламные паузы на телевидении. Собственно, для этого карточки и сделаны. Кровавая красная герань. Цветы, чьё название происходит от греческого... Что переводится как журавль. Больше информации я не нашёл, но я не думаю, что красный цвет означает скорую гибель. Типа кровь, там... Когда того же Ханаса убивали, цветы были синие. Вы бы знали, как много раз этот взгляд Гриши поменяет своё значение. Сначала он выглядит как обычный отец, потом как человек, который тоже хотел выйти за стены в свои годы, затем... Затем... Да. Пойми, никакие слова не уймут человеческую жажду познания. Как вернусь, покажу тебе наш подвал, который держал под замком. Культовый ключ. Символ правды о внешнем мире. Эта деталь и уже интригует, что же хочет показать Гриша, и раскроется в будущем, когда всё расскажут. Гриша решил показать подвал только после того, как Эррин рассказал, чего он хочет в своей жизни. А также, в манге было наглядно нарисовано, что Гриша смотрел на Эррона из будущего, а не просто в сторону. Как вернусь, покажу тебе наш подвал, который держал под замком. Забудь свои глупости про разведку. Глупости? А по-моему, люди, которые готовы жить как птицы в клетке, куда глупее меня! Эррин сравнил себя с птицей в клетке. Это основное сравнение, с которым он себя ассоциирует. Не согласен, так ударь в ответ! Вы сами понимаете, что я говорю правду! Поэтому только и можете, что меня бить выходит! Я смог поставить вас в тупик! Он своё получит! Сним! Сним Микаса! Ты как, Армин? Всё-таки, до самого конца, я оставался лишь трусом. Я не уступил. Чего? Потому что не сбежал. Я сам встану. А, как скажешь. Первое появление Армина уже демонстрирует его интеллект, раз он словами мог поставить пацанов в тупик. Это намекает на его корни, его основные методы борьбы, а также на немаловажную деталь, что считает себя обузой для Эррена и Микасы. Это раскроется в 10 серии. Это всё потому, что люди уже сотню лет мирно живут за стенами. Может, стены и не разрушили за целых сто лет? Но это ещё не значит, что они... ...расстоят ещё день. Что ты такое увидел? Это он. Титан. Одна из культовых сцен всего аниме. Перед наступлением беды летели две чёрные птицы. В самом появлении Колоссального есть куча-куча интриг и загадок. Эти тайны будут удерживать нас, фанаты будут строить теории, затем всё-таки раскроются. И я напомню, это лишь первая серия, всё происходит за 20 минут экранного времени. История начинается с самого главного, с самого экшена. Это вам не старческий западный метод начинать историю со знакомства с сеттингом, знакомства с персонажами, объяснить их мотивы, и только к серии, дай бог, десятой начнутся действия. Японские аниме и манго ушли далеко вперёд от Голливуда. Если вкратце объяснить их различия, в аниме чередуют экшен и повествование лора. То есть сначала показывают шокирующую сцену, а затем резкий флэшбэк, где объясняется, почему персонаж использовал данный приём, затем обратный экшен и так далее. Старый метод работает по уже приевшимся алгоритмам, которые я выше описал. Сначала вступление с кучей диалогов, пока нам объяснять, чего хотят эти Старки в своём каком-то Винтерфелле, и лишь к концу сезона может быть колоссальный и сломает таки стену. В аниме это происходит в первой серии за 20 минут. Это колоссальный плюс, не отрывающий зрителей от экранов. Как композитор, какие приёмы он использовал, чтобы передать ощущение от появления колоссального? Хороший вопрос. Там очень крутая, очень богатая и самая, наверное, из всех композиций Хироэки Саванна, самая широкая оркестровка. Это большой состав симфонического оркестра, и медная духовая группа расписана в широком расположении по гармонии. И, конечно же, хор всем вот этим масштабом передаёт. Когда композитору нужно передать какую-нибудь мегломанию, титанизм, масштабы, это медная духовая группа и хор, это рецепт. Часто, очень часто, нынешние композиторы часто прибегают к этому приёму. Мы эти приёмы знаем у Верди, у Бетховена в 9 симфонии. Если мы хотим рассказать про мегломанию. Все реквиумы о Фортуна и прочее. Что происходит? Но Хироэки Савана пошёл ещё некоторым интересным путём. Он даёт вот такую большую мегломанскую вставку, а потом остаёт, оставляет синтетические ударные, синтетические звуки, вот специальное заполнение, которые вот в разброс написаны. как будто просто надметающий ужас, кошмар не только мегломания, которая монументальный масштаб, когда есть пафос, героизм, не это а масштаб что-то большое надвигающееся и за это следующий ужас, который он достигает именно вот этим синтетическими звуками, которые он берет в разброс и конечно же после этого, что происходит наш большой горячо любимый колоссальный титан, начинает шагать и разбивать стену, что после этого чувствует зритель это подступ, подступ смерти точно так же композитор указывает то-то-то-то-тюнь то-то-то-тюнь, басовые ходячие вот эти шаги да офигеть, он будет просто буквально передал хронометраж сюжету, что степ, буквально шаг ломает, а дальше там идут обычные титаны, да, и шаг подступ смерти хор, он такой, знаете, более церковный, да, если я правильно понимаю или это не такое? сейчас вряд ли, но, конечно, изначально если мы идем в историю музыки 15-14 века, то, конечно же, это все берет свое начало в григорианском хорале это когда церковные, одноголосные потом четырехголосные напевы но это совсем не про масштабы это что-то про уединение про такое большое, глубокое и небесное потом, чтобы пугать или внушать слово Божие всем служителям это все больше раздувалось раздавалось, потом имело свое развитие в светской музыке ну и, конечно же, потом к этому приему пришли романтические композиторы которые развернули его и мы это видим там, о Фортуна всяких реквиумах всяких хоралах и прочее интересно окей погнали дальше надо уходить там же наш дом Микаса МАМА ХАНЕС я прикончу Титана а после вытащу вас троих ХАНЕС ты что делаешь нет спасибо не уходите не уходи ключевая сцена смерти Карлы ХАНЕС прибежал не просто так это важная деталь что раскроет Армина опять же в 10 серии а также в 55 улыбающийся Титан хранит кучу важных заделов на будущее а именно 9 смерть мамы стала одним из ключевых мотивов Эрона стереть всех с земли и до чего унизительно прятаться от нее в клетке продолжение следует серия заканчивается на интригующем моменте это хитрый и наглый прием конечно же захочется посмотреть следующую но сможете ли вы написать сюжет так чтобы абсолютно каждая серия заканчивалась на интригующем моменте создатели аниме смогли в конце и начале серии Армин выступает в роли рассказчика это тонкий намек что он таки выживет до конца всего сюжета то есть интрига в 55 серии будет реальной люди напрочь не будут верить в судьбу Армина но его нараторство уже предвещало его спасение в конце аниме и манги Армин сказал давайте расскажем им нашу историю что уже твердо подтверждает что рассказчик Армин но я слышал что в титрах рассказчик указан как другой человек хотя его озвучивает та же Сея что и Армина честно с этим не разобрался но я пока придерживаюсь первого варианта падение Сигансины часть 2 тот самый день более ста лет назад у человечества появился заклятый враг разница в силе между людьми и их противниками была слишком велика выстроив три стены Марию Розу и Сину и прожить в мире больше ста лет однако вот об этом я говорил прошлая серия закончилась на шокирующем и интригующем моменте и эту жажду просмотра нужно реализовать показав лор и предысторию далее снова пойдет экшен вот это высший пилотаж от режиссера и мангаки сама предыстория вкратце и понятно описывает мотивацию всех персонажей выжить в этом преимущество сюжетов где идет война почти у всех мотивы и цели уже ясны название стен уже предвещает истину о прародительнице и мир и ее дочерях сможем очистить свои ничтожные погрязшие в грехе души абсолютный почерк мангаки это дизайн чистых титанов само искусство карикадуры очень непростое титаны изображены нелепо есть небольшой эффект зловещей долины из-за искаженных пропорций а их движение это что-то с чем-то мы почти спасли ее а ну приходи ты не смог спасти свою мать потому что ты слишком слаб эти сова просто катастрофически важны для всего понимания атаки титанов и в частности эрона он отречается тем что никогда не убегает от борьбы и дерется до конца эрон всегда достигает своих целей и казалось бы такой персонаж сможет сделать все с такой-то силой воли но если вы не можете чего-то достичь значит у вас еще недостаточно сил я еще вернусь к этому важному моменту но уже в рамках райских островов ну вот опять микаса вспомнила о своем прошлом когда в очередной раз решилась члена своей семьи пока вас не сожрали я когда впервые смотрел думал ох капец мангака придумал технологию что-то новое интересно как это работает а на деле тут все куда проще люди стен построили такие нелепые корабли потому что у них просто-напросто нет представления о мореплавании они знать не знают о таких вещах как парус не знают как сделать специальные паруса что будут двигать корабль даже против ветра а все потому что они не видели моря вдоль стен расположены районы выступающие за общую линию как сигансина их задача притягивать титанов жители сигансины как им и полагалось стали приманкой для титанов важная деталь в сюжете колоссальный не просто так пришел именно в город эрона эрон не просто так родился и вырос именно во внешней стене Мария колосс пришел с юга откуда и прибыл гриша где он и завел семью где родился эрон и вот и исход то есть это не какое-то совпадение а закономерный итог исходящий от основ лора бронированный титан в стиле затвердевания заготовлено 11 важных моментов эта сила уже показана она будет играть роль в течение всего сюжета и не будет иметь никаких противоречий с другими аспектами лора конец ну почему потому что все люди слабы я доберусь до каждого я их перебью я истреблю всех сотру с земли всех в этом мире всех до единого культовое культовое обещание эрона да не может столько культовых моментов быть в двух сериях нет может вы просто даже не подозреваете насколько многослойно это обещание при каждом пересмотре оно будет иметь все больше и больше значения это был первый намек на истину об эроне о том кто он на самом деле таких намеков всего будет 20 не спори дай сюда руку и меня папа не забывай про ключ и обязан попасть в наш подвал эрон получил ключ от гриши в этом событии будет раскрыто семь важных заготовок говорят тут склад провизии я еще отобью стену мария не надо геройствовать ты погибнешь как мои мама и папа ну и живи тогда всю жизнь словно скот в загоне чертов слабак если армен слабак то и мы с тобой тоже такие слабые люди не смогут победить и одного титана в данный момент все условия вся доступная информация говорит о том что вступать в ряды военных и тем более в разведкорпус это просто невозможная задача сюжет поставлен так что цель по факту является невозможной и теперь задача мангаки обоснована убедить нас в том что выполнить невозможную задачу возможно и нет это не эронис будущего а просто массовка скорее всего это вот этот чувак который с ними плыл очередная ничем не подтвержденная догадка но еды все равно не хватало и в следующем восемь и бросила на операцию большую часть беженцев но справится с угрозой голода GT 2013 02 18 это один из моих любимых саундтреков я его на постоянке слушал он даже какое-то особое значение для меня имеет для меня эта композиция ощущается как радость печаль сожаление скорбь надежда свобода и ностальгия 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 да кстати это тоже есть что это за инструмент это я думаю это гитара но это по-другому звучит это нейлоновая гитара ага самая распространенная стандартная нейлоновая гитара да который дал на соло под аккомпанемент струнных инструментов с использованием там синтетических холлов и эта композиция если вы заметили она называется там синглкиноки джон что в переводе есть атака титанов да что современным композитором свойственно они пишут огромное количество новых ну мелодий эта тема очень часто встречается и под разным соусом его выдает выдает в исполнении там гитары потом есть такая call of silence называется трек там когда эту же самую тему уже поет поется женским голосом и прочее прочее вот этот лейтмотив он один раз придумывает и потом меняет все время оркестровки способ подачи ну как картошка жареная картошка пареная картошка в духовке картошка и каждый раз и каждый раз вкусно самое вот сложно сделать картошку по разному вкусу чтобы человек не помнил что это картошечка вот та самая и мелодия как вы действительно говорите да она в плане ностальгичная да в первую очередь и именно вот если даже вы вспомните свое детство там ностальгия есть и в ностальгии же есть все чувства как вам было стыдно как нам было весело как и грустно и радостно и прочее 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 и научусь как воевать с титанами я тоже Армин я тоже да это наверное было прощание с прощанием с детством и для Армина и вообще для всех Эрона и Микасы сегодня вам позволят вступить переды 104-го кадетского корпуса инструктор Кит Садис не думайте что вас ждет теплый прием Кита Садиса можно было узнать по внешности но мы все были ловко обмануты продолжение следует так а так это и 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